не осуждай так а ваша кармин посылка посмотрим а почему сувенируй только привая косик а держим подойте возьму вы знаете что было в этот год первый год у меня было и действие по отношению сувениров я довел их даже инвалидности до крайней степени обвинил меня в наживе правильно бил я сувенирова собра несколько роскошнейших деревьев на которой был такие урожай я помню угощая 5 10 20 только птили что ни одной этой плоды не взят и вот так было все резал и резал и дорезался первый год представляете не стыдно я в этом году у меня нету такой позиции как косточка сувенира востока поэтому только привой то есть черенки сергей здравствуйте а кстати еще черенкова там не нарезал то таро я уж прям чуть не на коленях говорю не могу я уже сколько и замечу свою деревню хоть год дать они отдохнуть то хоть год вы думаете что я один а сергей сколько их режет сотни медведки вы на пару за вечер всем привет из нижнего у чернобая персико-красанские привиты вот то что вы видели это привиты от еще первых поколений мои вот что было дальше у него еще есть помоложе он их тоже укрывал это все из фильме видели там куча веток тут 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 те надо у него спрашивать а те первые ветераны два вот эти вот это еще мои привиты я за них так сказать это зуб даю так вектор здравствуйте подскажите если яблони ура старой просто маленьком это надо измудриться знаете когда берут почками называется окулировка там даже него даже такой веточки можно взять а тут надо конкретно смотреть что такое просто маленький если допустим вот вот у меня ручка да я такие получал по почте потому что я высылаю видели какие я показывал вот высшее качество этого железа а получал например такие ну чё матерился и плевал вот так вот так редко силь добрый вечер спасибо Ольга Виктор можно ли на тёрн привить сливы что надо или надо что-то другое тёрн и слива самые близкие родственники тёрн для меня дикая слива вот а слива это слива естественно и не то что можно нужно поливать на тёрн я знаю несколько случаев поливали на тёрн абрикос прекрасная уже я не говорю может быть они давно мертвы потому что это извращение поливать на сливу на тёрн абрикос вот хорошо бы два-три поколения не давая им умереть через несколько лет но я видел прекрасное там 5-8 лет абрикос и мощи привития на тёрн я так поражался потому что мне даже в голову не приходило что время терять годы терять а у людей получалось так что что-то другое не обязательно приватить сливу на тёрн так ваши так Влад Нижненоград ваши сливы сувенир Востока Грация Богатырская Ника другие это вопрос проходили процедуру наслоения на абрикосах на сливы китайки или нет сколько лет они живут на данных подборах а ой интереснейший вопрос значит на абрикосах нет у меня сейчас на данный момент на абрикосах нет ни одной сливы у меня еще не было полносящего как он называется полносящего и негде было взять патриарха абрикоса он болоненькое дерево на шестой-седьмой год заплодоносил может на пятый появились первые плоды а до этого а мне что надо было делать мне надо было на что-то поливать абрикосы я где-то достал ветку куда стыкал на сливу так и получал или мертвые или 1 2 3 максимум 5 урожая потом снова мертвые вот это было но на данный момент я прекратил эту работу потому что имея возможность поливать абрикосы на абрикосы выросил много наслоений сделал вы же не зря слова наслоение это слово идет мое слово мое изобретение наслоение ментор так вот но именно сливы сувенир востока грация богатырская ника не проходили у меня наслоение на брикосах а вот на слива китайках да именно слива китайки как раз и является посмотрите что интересно мне никогда не было подвоев богатырская ника и грация это венгерки вот те самые это совершенно другое они настолько отличаются от ринклодов круглоголовых что можно считать что это два разных вида вообще только по недоразумении те называют сливами и те называют сливами вот те которые сувенир востока это ринклод он с китая и на китайских сливах он то рядовал у меня сумасшедшего рода естественно несколько поколений я вырастил вот такой ответ а эти пришлось приучать сливы то есть те же подвои я раньше не различал тыкнул и все не было у меня никаких теорий не было ничего я тыкал и у меня получилось что именно приучил китайкам с левым китайкам красно-синим красно-желтым я приучил венгерки и они сейчас живут и плодоносят так вот но лучше получилось я не скрываю я какой бы я не казался сам себя крутой но я стараюсь себя все время какой-то хрен крутой когда взял чернобаев и получил больше урожай даже розовые прививая венгерки которые ему дал ветки не на китайки а на абрикосы да еще культурные а у него теплее а у него до минус 37 это не каждый год бывало и ты до минус 35 и у него получились результаты лучше моих то есть вот это он мне 500 тех 500 тех вручил на косточек на продай являясь как бы со мной этим самым торгашом с коллегой торгашом понимаете и получается что у него первое поколение дало прекрасный результат надо это продолжать но где-то 35-37 выдержит а у кого будет 40-45 они просто погибнут привиты на абрикосы хотя совместимость хорошая даже первого поколения в общем как мог столько и наговорил всем здравствуйте так олег мезина привет спасибо за знание пожалуйста всем привет свинин привет карханского ольга у меня же чая нету вы простите меня у нас еще целых полчаса я пошел за чай я просто вышел с крошкой и не вернулся я быстро что вы до на лица а а а а а а а а Продолжение следует... 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 И как часть дерева генетически то же самое дает и саженность. То есть отрывая, отрезая его. Потом, может давая отрасить собственные корни, можно маниметь уже корни, можно сколом земли пересаживаясь. Вот теперь мы стоим и думаем, надо ли удалять тонкие и слабые ветки. Это уже будет зависеть от вас. Почему? Потому что перед вами всего лишь дерево высотой полметра, метр. Так же, раз мы пересаживаем. Костовидная форма, нет, не так. Порсель, это как правило, сдержанный рост. Это как правило, полукарлики. То есть медленно растут, медленно развиваются. И даже если их использовать не как подвой, а самостоятельно, да? Вот на этом этапе, пока им полметра, метр, здесь, пожалуйста, вот именно пока он маленький совсем, вот здесь самые вот эти хирургические операции, они наименее опасны. То есть я с вами соглашусь, Ольга, можно удалить тонкие, слабые, оставляя не более, как вы говорите, двух-пяти, но уже скелет. То есть мы его делаем, из него саженец искусственно, а по природе это не саженец. Ну, просто сейчас дерево. Вот тут я с вами согласен. Но пока маленький. Но когда Поливкин вот такой вот показывает на фотографии, слябзал из интернета, вот с такой страшной раной, это как человеку полностью плечо отрезать. Тут вы со мной не будете спорить, что это не отрезание слабой ветки, вот это вот. Поэтому в данном случае у нас с вами разногласий нет. Почему? Именно корневая отвода является особым случаем. Это не сейнцевый саженец. Вот это даже не тот самый искусственный, когда палка порастает, искусственные корни. У него корни-то настоящие. Вот может быть хуже развитые. Почему? Основное питание, поросы, я называю корневой отводок, к ним идет от мамы, основное питание. Так. А когда мама погибает, рано или поздно у нее от старости, скажем, или от каких-то невзгод, тогда уже самостоятельно развивается именно вот этот вот. Но еще раз говорю, на этапе первый-второй год можно формировать крону. Мало того, я не только против формирования крону, когда я говорю, берем саженец, выкопали, пересадили, обязательно отрезаем часть крону, смотря состояние кроней. И при этом у нас получается новый совершенно штамп, раз я вынужден отрезать. Нижняя ветка и почки просыпаются, и вот на этом этапе у нас получается то же самое. Только я говорю про пересадку, так. А у вас, что тоже про пересадку, правильно? Зачем нам нужны пороси как незадолго выкопать и сделать ее самостоятельным деревом? Не обязательно даже привитым. Вот такой мой ответ.